МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В полиции региона состоялся высший совет при губернаторе. Он стал кульминацией пребывания глав муниципальных образований округа в Нарьинмаре. В повестку дня вынесли самые проблемные вопросы, которые касаются жизни населенных пунктов региона. Начали с главного финансового состояния муниципалитетов. Главы Канинского, Антикского, Телевисочного, Приморско-Куйского и Сельсоветов рассказали о доходной части местных бюджетов. Доходы муниципальных образований сегодня складываются из НДФЛ, единого сельхозналога и имущественных налогов. По итогам прошлого года и начала 2016-го все руководители поселения отметили снижение налоговых и неналоговых поступлений и, как следствие, значительное уменьшение собственных доходов. Это вызвано изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Согласно поправкам, уменьшено отчисление в местные бюджеты. Значительно уменьшились поступления НДФЛ, отмечено полное отсутствие дохода от аренды земли. По словам Галины Варницыной, глава Канинского сельсовета, нововведения существенно отразились на местном бюджете. Собственные доходы Канинского сельсовета стали в разы меньше безвозмездных поступлений. Сегодня доходы варьируются от 3,5 миллионов до 7 миллионов рублей. В 2016 году планируется получить бюджет поселения 3,7 миллиона. Администрация муниципальных образований принимает различные меры для увеличения доходной части бюджетов. Ведется работа с гражданами и организациями села по оформлению права собственности на земельные участки и домовладения, с тем, чтобы они начали платить налоги. Также в рамках высшего совета главы предложили внести на федеральный уровень вопрос по пересмотру отчислений ДФЛ и единого сельхозналога в бюджету муниципальных образований в сторону увеличения. Кроме того, в рамках высшего совета обсудили вопрос занятости сельского населения и создания дополнительных рабочих мест. Поговорили и о проблемах социального сиротства, заполняемости образовательных организаций, оказания медицинской помощи сельскому населению. В высшем совете при губернаторе Нинецкого округа приняли участие 17 глав муниципальных образований, члены администрации региона, депутаты окружного парламента. Бюджет Нинецкого округа ждет первый в этом году секвестр. Соответствующие изменения внесла администрация региона. В ближайшие дни документ поступит на рассмотрение в собрание депутатов округа. По словам главного финансиста округа Татьяны Лагвиненко, расходы казны предполагается сократить более чем на 339 млн. рублей или на 1,8% от ранее запланированных. Расходы снижены в частности на содержание органов государственной власти, содержание бюджетных и казенных учреждений, а также на бюджетные инвестиции. При этом доходы бюджета в новой редакции закона увеличены более чем на 100 млн. рублей. Этому увеличению поспособствовали ассигнования из федерального бюджета, а также уточненный прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов. Возможные выпадения доходов от Харягинского соглашения о разделе продукции пока в проекте бюджета не учтено. Нарьинмарский морской торговый порт предстоящую навигацию увеличит грузооборот. На перспективах развития предприятия и планах на период навигации главе региона Игорю Кошину рассказал генеральный директор Нарьинмарского морского торгового порта Ян Грублевский. В прошлом году предприятие переработало 134 тысячи тонн груза, что на 65% больше, чем в навигационный период 2014 года. По предварительным оценкам, в текущем году объем увеличится еще на 10%. По словам руководителя предприятия, в целом для стабильной работы и развития порта объемы перевалки и хранения груза необходимо увеличить до 200-250 тысяч тонн. Глава региона поручил Яну Врублевскому провести переговоры с потенциальными контрагентами и грузоперевозчиками порта, а также разработать гибкую систему тарификации для крупных перевозчиков. Своему профильному заместителю Игорь Кошин поручил организовать совместно с правоохранителями органами работу по борьбе с нелегальными причалами. По мнению Алексея Кайдалова, в необорудованных местах выгружают еще порядка 80-90 тысяч тонн различного груза. В 2016 году планируется начать реконструкцию порта. На данный момент определяется организация, которая разработает проектную документацию. Компании предстоит провести комплексное обследование всей территории, сооружений и комплексов порта, после чего разработать план по его ремонту и модернизации. Законодатели Ненецкого округа провели депутатские слушания по проблеме алкоголизации населения. По данным национального рейтинга трезвости, Ненецкий округ входит в десятку самых пьющих регионов. Как выйти из этого лидерства? В левой руке меч, в правой весы. Наринмарский суд отмечает свое 15-летие. Законодатели Ненецкого округа провели депутатские слушания, посвященные проблеме алкоголизации населения. Необходимость проведения слушаний по этой теме назрела в регионе давно. Подтверждением тому служат цифры. В округе на учете у нарколога состоят 813 человек. Из них 253 человека – женщины и два подростка. В прошлом году в ночное вечернее время пьяные люди вызывали скорую помощь 1700 раз. 669 человек из них с травмами, полученными в результате алкогольного опьянения. По данным национального рейтинга трезвости, составленного по показателям 2015 года, наш округ входит в десятку субъектов России с самым высоким уровнем потребления спиртных напитков. Как отмечают правоохранители, наблюдается увеличение роста правонарушений в регионе, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В пересчете на абсолютный алкоголь каждый житель Ненецкого округа в год выпивает порядка 8 литров. По данным статистики, больше всего местные жители предпочитают легкие алкогольные напитки. Так, в прошлом году более 60% всего проданного алкоголя приходится на пиво. Это один из самых доступных напитков. Приобрести его в розничных магазинах можно в течение всего дня. Также доступен он и в различных кафе и барах. Поэтому одним из способов уменьшения количества пьющих эксперты считают сокращение часов продажи алкогольных напитков в увеселительных заведениях. Также в рамках публичных слушаний прозвучали предложения вести работу по пропаганде здорового образа жизни уже со школьной скамьи, а также более активно вести работу с теми, кто уже подвергался алкогольной зависимости. Об итогах и решениях общественных слушаний на тему алкоголизации населения смотрите в следующих выпусках новостей. Они носят мантии и принимают решения, от которых зависит судьба человека. Их главные качества – справедливость и беспристрастность. Судьи региона отмечают 15-летие своей деятельности. В далеком декабре 2000 года Государственная Дума по инициативе окружных законодателей приняла закон о создании суда Нинецкого округа. Сейчас в штате Фемиды служит 41 человек, среди них 12 судей. В гостях у блюстителей закона побывала наша съемочная группа. В левой руке у нее меч, как мы говорим, карающий, в правой весы, на котором она отмеряет ту меру наказания, которая есть. Таких уникальных статуэток Фемид в коллекции главного судей несколько десятков. Для Евгения Александровича символ правосудия – лучший подарок на любой праздник. Вот коллеги с Урала мне подарили вот такую Фемиду из уральских камней. То есть тоже полностью, не склеено, ничего, так же, как и здесь, полностью вырезано. Это единственная Фемида, соответствующая Фемиде при Верховном суде Российской Федерации. Там тоже без повязок. Все с повязками, здесь, значит, ее нет. И она держит. А повязка, она что? Она закрывает глаза Фемиде. Почему? Потому что правосудие не должно ни разжалобить, ни слезы, ни влияния, что-то еще. То есть она только слушает. Слушает, что ей говорят. Слушает, оценивает и принимает решения. Оценивать и принимать решения – это основная задача судей Ненецкого округа. А еще это большая ответственность. Ведь от правильности решения зависит судьба человека. Был в судебной практике, в моей судебной практике случай, когда муж жестоко издевался над женой. Она не уходила по одной причине, что у нее не было близких, было четверо детей. И когда мы с ней беседовали, она говорит, а куда я пойду, кому я нужна. И ситуация сложилась так, что на 8 марта она пошла на ферму, прицель колхоза пришел, поздравил женщин, подарил цветочки, почетную грамоту, благодарность ей дал. И она говорит, я пришла домой, а дома то же самое. То есть меня на работе считают за человека, а здесь за последнюю. И опять пьяный муж, опять ругань, драки. И когда дедуша я от него убегал, он бежал за мной, он ударился виском и упал. Случай, который описывает Евгений Мартынов, рассматривался в Холмогорском районном народном суде. Именно там началась его карьера. А с 2009 года Евгений Александрович служит Нинецкому округу. В его штате числится 41 сотрудник. Среди них Елена Сухановская, помощник суди, которая работает с первых дней образования суда. Иногда, конечно, бывает жалко стороны. Не то чтобы жалко, но с пониманием относишься. Но в любом случае работаешь в соответствии с законом. Иногда даже бывает, приходит дело, ты с ним знакомишься, читаешь и понимаешь, что необходимо что-то еще. И чтобы докопаться до сути этого дела, конечно, даже в другой раз ждешь быстрее следующий день, чтобы прийти, почитать что-то, найти нового, найти все-таки суть, как должно быть, как правильно. Кстати, Елену Николаевну сегодня отметили грамотой на торжественном мероприятии. Также, кроме действующих работников, на праздник вспомнили и про тех, кто стоял у истоков создания окружного суда. Хочу с этой трибуны передать привет первому председателю окружного суда, Ольге Кондратьевне, потому что мы помним, что вся история у нас начиналась на улице рабочих, в тесных, неприспособленных помещениях. Современные служители Фемиды теперь работают в комфортных условиях. С 2014 года сотрудники переехали в новое четырехэтажное здание Дворца правосудия, общей площадью более 6000 квадратных метров. Дворец строился около шести лет и стал одним из самых красивых зданий Наринмара. Любовь Пермяко, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Сотрудники МЧС по Ненецкому округу знакомят школьников округа с историей Чернобыльской аварии. К 30-летию атомной катастрофы сотрудники ведомства подготовили презентацию для школьников Наринмара. Знать и помнить своих героев сотрудники МЧС России по Ненецкому округу знакомят школьников города с историей Чернобыльской аварии. К 30-летию атомной катастрофы сотрудники ведомства подготовили небольшую презентацию, которую покажут на уроках мужества во всех школах Наринмара. С этого взрыва в 4-м энергоблоке началась самая страшная атомная авария в истории человечества. Последствия Чернобыльской катастрофы будут напоминать о себе еще не одно десятилетие. О том, что произошло 26 мая 1986 года в городе Припять, сотрудники МЧС рассказывают учащимся школы номер 6. Спустя 30 лет они напоминают о страшных цифрах и последствиях трагедии. В результате аварии в окружающую среду попало 8 тонн радиоактивного топлива. Ядовитое облако накрыло территории Украины, Белоруссии и часть России, но 70% всего загрязнения пришлось на Беларусь. Вместе с загрязненными облаками радиоактивная масса достигла Азии и Америки. Город Припять, в котором располагается атомная станция, был закрыт и объявлен зоной отчуждения. Сейчас, скажем так, это мертвая зона, где, скажем так, никто не живет, там нельзя не выращивать никакие сельскохозяйственные культуры, собирать ягоды, грибы нельзя. По предварительным подсчетам, в начальный период времени где-то около 200 человек сразу же, потом еще где-то до 200 тысяч. В первую очередь погибли те, кто принимал участие в ликвидации аварии. Из 26 человек 6 раскончались в первую неделю. Их похоронили в специальных свинцовых гробах, так как их тело стало источником радиоактивного излучения. Всем участникам пожаров было присвоено звание Героев Советского Союза, Украины и России. Население, которое проживало вблизи АЭС, получило сильное облучение. Впоследствии это обернулось тяжелыми формами онкологических заболеваний и генными мутациями. Ученые говорят, что от радиации даже погибали овцы в Англии и олени в Лапландии. Такого я не знала никогда. То, что пожарных столько погибло, людей много погибло, дети мутирующие. Много всего интересного. Но мне жалко людей, которые были там и потом погибли, но они ради других старались, чтобы спасти их. Сотрудники МЧС округа напомнили, в Ненецком округе проживают 7 человек, которые принимали участие в ликвидации Чернобыльской аварии. Некоторые из них также примут участие в уроках мужества и расскажут о важном событии в истории человечества. Герои неба. В Ненецкий округ приехал герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин. Это уже третий визит известного космонавта в регион. Он приурочен к 55-летию первого полета человека в космос. В рамках визита планируются встречи с населением и учащимися в школах. Первым Александр Лазуткин принял коллектив Наринмарского объединенного авиаотряда. На встрече с представителями авиации космонавт рассказал об испытаниях, через которые приходится пройти каждому летчику. В 1997 году Александр Лазуткин в качестве бортинженера совершил полет на арбитральный комплекс «Мир». Продолжительность космической командировки составила 184 дня. В ходе полета многократно возникали внештатные ситуации, которые были успешно разрешены. Все вот эти внештатные ситуации помогли почувствовать себя человеком. Я понял, что человек, в принципе, это довольно-таки сильное звено, наверное, в этой системе человек-машина. Когда говорят о том, что космос должны исследовать и покорять роботы и так далее и тому подобное, говорю, любой робот, он всегда может отказать. В очередной раз Александр Лазуткин посетит первую и четвертую школы. Эти образовательные учреждения стали участниками международного проекта «Планета Икс». Проект был запущен в марте 2015 года на Международном форуме дружбы «Нинецкий округ. Ворота в Арктику». Цель проекта – выявить детей, которые хотят связать свою жизнь с космонавтикой и развивать в них эти способности. Также известный космонавт встретится с учениками школ Оксина, Великовисочного и Тельвицки. Две бронзы за бокс. Столько наград принесли в копилку Нинецкого округа участники первенства Северо-Западного федерального округа. Наш регион представили спортсмены младшей возрастной группы. Несмотря на юный возраст, они смогли показать мастерство и дать отпор противнику на ринге. 28 марта Илья Миненков и наша команда вернулись с первенства Северо-Западного федерального округа по боксу, который проходил в городе Петрозаводск. Илья Миненков боксом занимается уже 6 лет. Из 18 проведенных боев выиграл 16. Впервые в Северо-Западном федеральном округе завоевал бронзовую медаль. Соперники были достаточно сильные. Было очень их много. Много ребят. Они все выступили достойно. Я провел два боя на этих соревнованиях. Один я выиграл, а второй я проиграл. Первый бой был не сильный соперник. Я с ним уже боксировал, уже его выигрывал. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 10 регионов ССФО. Победители первенства областей и республики по боксу среди юношей 2002-2003 года рождения. Наш округ представляли 5 спортсменов. Трое – воспитанники Дворца спорта Норд. Трое – из дюц-лидер. К этим соревнованиям ребята готовились целый год. В июне был сбор в горах. Осенью трижды ездили на соревнования в Усинск. Илья ездил на турнир Невского. На первенстве ССФО двое наших боксеров заняли третье место, а остальные проиграли в первом же бою. Ребята были подготовлены. Я надеялся, что-то будет. Даже лучше будет. Но так они выступили неплохо. Видно было, и школу работали. Но не хватило опыта. Вот, например, Филиппов, у него попался левша, он пока пристроился с левшой. Здесь нет левши, а там пристроился уже бой. Ну, хотя бой такой непроигранный бой, выигранный. По мнению тренера, участие в таких соревнованиях – это хорошая школа. Спортсмены, с которыми наши ребята встречались на ринге, провели от 50 до 60 боев. Хотелось бы еще отдельно отметить о том, что на данный момент конкуренция даже в юношеском спорте, в олимпийском виде, да, сильно возросла. И теперь, выезжая на каждый турнир, нам действительно приходится ощущать сильную конкуренцию со стороны других спортсменов. И даже в полуфинальных ребята уступили спортсменам, которые стали первыми на этом турнире, то есть победителям в равных боях. Наша федерация планирует подготовить ребят к следующему первенству с СССР. Оно пройдет через год. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». К этому часу это все новости. Смотрите нас также на сайте www.trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков. Продолжение следует...